Библейский портал экзегет.ру представляет Итак, 6 и 7 главы были посвящены рассказам о мучениках О тех людях, которые победили ценой своей смерти Причем победили они, не убив врагов, не выиграв сражения Они победили, отказавшись нарушать закон Божий Победили, отдав свою земную жизнь для того, чтобы в вечности встретиться с Богом и со своими любимыми И, по сути дела, дальнейшая часть второй Маковейской книги Описание того, как эта их победа реализовалась на земном конкретном уровне Вот с ними уже все хорошо, они уже с Богом Но на земле это продолжается гонение На земле по-прежнему селивкиды и антиохопифан, тогдашний царь, угнетают И очень жестоко угнетают иудеев Они владеют Иерусалимом, в храме творятся всякие мерзости С этим всем надо разобраться Но главная победа состоялась в шестой и седьмой главах Мученики победили, мученики предложили какой-то иной способ жизни и смерти во имя Бога Ну, а на земле еще многое предстоит сделать Между тем Иуда, он же Маковей, те, кто был с ним, а они бежали, когда Иерусалим был захвачен селивкидами в пустыню И те, кто был с ним, тайно проникая в деревню, созывали сородичей и принимали к себе тех, кто остался верен на Иудейству Собрали около шести тысяч человек Ну вот партизанский отряд Они призывали Господа обратить взорно попираемый всеми народ, жариться над храмом, оскверненным нечистивыми людьми Помиловать разоренный город, который готовы сравнять с землей Услышать кровь, фопиющую к нему Вспомнить о беззаконном истреблении невинных младенцев и охуле, возведенной на имя его И обрушить ярость на злодеев Вот это после мучеников, да, нужно освободить Иерусалим и избавить народ от этого гнета Окруженному Ратию Маковееву язычники уже не могли оказать сопротивление, поскольку гнев Господа сменился на милость Появляясь неожиданно, он поджигал города и деревни, занимая удобные места, обращал бегство полчища врагов Чаще всего пособницей в таких набегах служила ему ночная тьма И молва о его доблести уже зазвучала повсюду Никаких подробностей Первая Маковейская книга у нас очень долго и подробно пересказывает все эти бои А здесь просто рассказ Ну, партизаны, да, действуют по ночам, занимают деревни, поджигают и так далее Тогда Филипп Селевкидский наместник Видя, как этот человек шаг за шагом идет дальше, ему все чаще способствует удача Написал Птолемею, правитель Келесирии, но это наместник уже целой большой провинции, Келесирии и Финикии Чтобы тот пришел на помощь царю в его делах А тот сразу же остановил свой выбор на Никаноре, сыне Патрокла, одного из первых друзей царя И послал его уничтожить весь род иудейский В подчинении ему дал не меньше 20 тысяч человек из разноплеменного народа Представив к нему еще и Горгиевы, начальника, опытного в военных делах Ну, вот экспедиционный карательный корпус, который должен всех уничтожить Никанор распорядился покрыть дань царя римлянам, составлявшую 2000 талантов за счет пленных иудеев Да, но тут еще селевкид воюют с римлянами, римляне побеждают и принуждают их платить дань, контрибуцию, такую по итогам войны Поэтому он немедленно послал своих людей в приморские города, призывая покупать рабов и иудеев Обещая уступить по 90 пленников за талант, предвидя кару вседержителя, которая должна была пасть на него вслед за этим Самый простой способ пополнить казну в античности – это захватить кого-нибудь в плен и продать в рабство Пленники стоят дорого Иуде донесли о приближении Никанора И когда он сообщил своим о появлении войска, все, кто трусил и не верил в божью кару, разбежались кто куда А другие стали распродавать все, что у них осталось, умоляя при этом Господа избавить их заочно проданных нечистивым Никанором Пусть не ради их самих, но ради заветов с их отцами, ради его священного и величественного имени, который они призывали Смотрите, это не история триумфов сплошных Весть о том, что идет регулярное войско, большое Часть разбегается из трусости, другая часть распродает все, что осталось Еще такая маленькая деталь – не раздавать, а распродавать То есть хоть напоследок денежек заработать И ждут, что, ну, может, они этими деньгами как-то откупятся, когда там их захватят и поведут продавать Совсем не героическое сопротивление И вот после таких героев-мучеников даже немножко смешно смотреть на это разношерстное такое Одноплемянное иудеи все, но разношерстное войско, которое состоит из не самых смелых людей Но за этими людьми будет победа Маковей же, собрав своих приверженцев, а их было шесть тысяч, стал призывать их не страшиться врагов И не трепетать многочисленных язычников, преступно напавших на них Но храбро сражаться и всегда помня о беззаконном надругательственном святым местам О разорении города и издевательствах над ним Об упразднении гражданского общежительства праводцев То есть одновременно и почитание Бога, и их социальная структура, их общественная жизнь были поруганы и упразднены Ибо они, сказал Иуда, упывают на оружие и дерзость, а мы на Бога Вседержителя, который может одним мановением уничтожить тех, кто идет на нас Да и целый мир может уничтожить одним мановением Рассказал он им о том покровительстве, которое не раздоровано было предкам О том, как было при Сен-Нахериме, это нашествие, соответственно, сирийцев Когда погибли 185 тысяч человек при саде Иерусалима О сражениях с Галатами в Вавилонии, когда 8 тысяч должны были вместе с 4 тысяч македонин выйти на бой Когда же Македонии не смешались, эти 8 тысяч перебили благодаря небесной помощи 120 тысяч и захватили много добычи В Библии мы ничего не читаем об этом эпизоде, но и вообще нигде о нем ничего не сказано Галаты или Кельты, откуда они взялись в Вавилонии, но они довольно далеко продвигались И часто именно в набеги ходили Вот, возможно, в Вавилонии им нужно было отразить нападение этого самого галатского отряда Но ничего точно не знаем Такими речами он придал им отваги и готовность умереть за законы Отечества Потом поделил войско, как бы на 4 отряда Назначив предводителями своих братьев Симона и Осипа Иваната И дав каждому в подчинении по полторы тысячи человек Кроме того, он поставил Элиазару и, прочитав слух священную книгу, дал условный знак Божья помощь А сам стал во главе передового отряда и ударил на Никанора Элиазар, кто у нас это, не очень понятно Ну, в общем, нам, пожалуй, даже это не очень важно Тут долго и подробно комментирует, скажем, это Брагинская Но тоже кто-то из маковейского окружения Давайте вот дадим такое самое общее определение Поскольку союзником их был Вседорожитель, они перебили более 9 тысяч врагов Большую часть войска Никанора изранили, изувечили и всех обратили в бегство Они отобрали деньги у тех, кто явился их покупать Довольно долго за ними гнались, но прекратили преследование, потому что время вышло Ну, видимо, просто заканчивался день, когда можно было сражаться Ведь то был день перед субботой, потому они и не стали за ними дальше гнаться Собрав оружие и сняв с врагов доспехи, они привели субботу, усердно благословляя и восхваляя Господа Спавшего их тот день и положившего начало своей к ним милости Вот суббота они тоже не воюют А после субботы они, уделив часть добычи изувеченным, вдовам и сиротам Разделили остальное между собой и близкими Покончив с этим, они устроили общую молитву и просили милосердного Господа Окончательно примириться со своими рабами Соблюдение закона – это не абстракция Вот победили врагов накануне субботы Значит, дележ добычи отложили до следующего дня, после субботы Ну, мы называем его воскресением Тогда, конечно, так не называли, это же еще до воскресения Христа Затем, схватившись с людьми Тимофея и Бакхида Они уничтожили более 20 тысяч из них И легко овладели высокими крепостями Обильную добычу разделили поровну Половину себе, половину изувеченным, сиротам и вдовам, а также старикам Второй раз подчеркивается, что это не просто погоня за добычей И вот все эти Менилай, Иессон, первосвященники так называемые, которые были до того И главная задача – себе пограбить и от власти получить привилегии и полномочия А эти люди соблюдают закон и заботятся о тех, кто изувечен в битве О тех, кому некого отправить на битву, чтобы набрать себе там Ведь на войне очень часто богатая добыча Сироты и вдовы тоже получают свою долю добычи Хотя, конечно, никак не участвуют в сражении Собрав оружие, они тщательно сложили все в надежных местах А остальную добычу доставили в Иерусалим Уничтожили они и Тимофеева Филарха, гнуснейшего человека, причинившего иудеям немало горя Ну, это, соответственно, командир какого-то отряда Видимо, кавалерии А когда праздновали на родине победу, они сожгли спаливших священные ворота Вот какие-то ворота, которые сожгли в Иерусалиме И люди, которые лично в этом ответственны, тоже сожжены Вот довольно жестоко они карают отступников А также Колесвена, укрывшегося в какой-то хижине Так что он сполна поплатился за нечестивость Некий Колесвен, ничего не знаем, кто это такой А треклятый Никанор, как раз про него знаем, это полководец Селевкидов Глава экспедиционного корпуса Который привел тысячу торговцев покупать иудеев С Господней помощью был унижен теми, кого считал ничтожными Сбросив пышную одежду и в одиночество, словно беглый раб Пробрался он через внутреннюю область в Антиохии Больше всех преуспев в разгроме своего войска То есть разгром настолько полный, что полководец бежит Притворившись каким-то простым странником И вот тот, кто взялся заплатить римлянам дань от продажи захваченных в плен в Иерусалиме Объявил, что у иудеев есть заступника, поэтому иудеи неуязвимы Ибо они следуют законам, им установленным Вот тоже очень важный момент Это же военная победа, да? Все хорошо Иудеи отбились от нападения Селевкидов под руководством Никанора Но на самом деле это тоже некая проповедь Их бывший враг признает, что Господь на стране иудеев Это важнее, чем даже то, что их избавили от смерти Избавили от рабства, от всего остального И эта война, она война Господня, да? Что очень важно, потому что главная ее цель не достижение независимости, там, обороны Отечества Хотя это все очень достойные цели, да? А главная цель это проповедь Бога, который помогает своему народу, который действует в этом мире Субтитры создавал DimaTorzok